Нинджа Гайденс Нинджа Гайденс Нинджа Гайденс Нинджа Гайденс 3 на сайте Playground.ru Главный герой игры Рю Хаябуши, прославленный и опасный ниндзя, вновь вляпался в неприятности. Только на этот раз он к этим самым неприятностям никакого отношения не имеет. Лондон, Великобритания. Ночь. Террористы захватывают резиденцию премьер-министра. Они не выдвигают никаких требований. Они не вступают в переговоры. Они хотят видеть только одного человека. Рю Хаябуши. Иначе премьер-министр будет уничтожен. Естественно, наш герой не может не отправиться на спасение столь важной персоны. А вместе с ним и не по годам умная девчушка, которая будет постоянно что-то бубнить в наушник и говорить, что делать дальше. И вот мы врываемся в резиденцию чиновника, и вот мы видим главного злодея. Это алхимик Мираж, человек в маске. Он сообщает нам и миру, что ровно через неделю все лидеры крупнейших стран должны сложить в себя полномочия. Больше никаких государств, никаких чиновников, никаких законов. Править балом будет он, алхимик. В противном случае всех, кто не согласен с новым режимом, ждет смерть. Естественно, Хаябуши ввязался в драку с наглецом. Но вместо победы он получил проклятие. А вместе с ним, кажется, была проклята и вся игра. Вся история разбита на дни. Каждый день эта новая миссия в новом месте. Мы побываем и в Лондоне, и в Саудовской Аравии, и на острове, затерявшемся в Индийском океане. И даже попадем в виртуальную реальность. Столкнемся с толпами врагов, с огромными воссами. Но все это не имеет никакого отношения к серии. По крайней мере, теперь не имеет. Потому что разработчики умудрились уничтожить все то, за что мы любили Ninja Gaiden. Начнем, пожалуй, с оружия. Помните, какой выбор у нас был в предыдущих частях? Наверняка помните. Теперь же у нас есть меч и лук. Лук и меч. И все, ребята. Ну да ладно, с этим мы и могли бы смириться. Но вот сейчас, именно сейчас, внимательно посмотрите на то, что происходит на вашем мониторе. Смотрите? Отлично. Нравится? Возможно. Красиво? Ну, более-менее ярко. Так вот, все это я делаю, нажимая поочередно две кнопки. Ровно две кнопки. Более того, я их нажимаю даже не в какой-то определенной последовательности, а просто луплю по ним, как сумасшедший. А все потому, что авторы оставили нам ровно две атаки. Быструю и тяжелую. Быструю и тяжелую. И все. И вот с этими двумя ударами мы будем таскаться аж до пятой миссии, когда наши способности несколько расширятся. Но большую часть игры мы должны нажимать ровно две кнопки. Таким образом, исчезли комбинированные удары. Их больше нет как класса. А чтобы жизнь медом не казалась, разработчики еще и всю магию из игры убрали к чертям собачьим. Мол, раз Хаябуши это ниндзя, поклоняющийся драконам, то пусть его рука время от времени выпускает этого самого дракона. И тогда всем вокруг приходит, мягко говоря, полный пипец. И так за одну схватку мы можем воспользоваться этим красивым, но довольно бессмысленным приемом два или даже три раза. А тут еще и проклятая алхимиком рука покраснела. И тогда мы включаем еще одну супер-попер-атаку. И вновь уничтожаем половину противников. Впрочем, можно ничего этого и не включать. Проходя игру на среднем уровне сложности, вы вообще не испытаете никаких проблем с уничтожением врагов. При желании вы можете даже все время жать на одну кнопку. На Xbox 360 это X. А также время от времени перекатываться из стороны в сторону. И все. Этого вполне достаточно, чтобы убить 20-30 врагов. Сопротивление вам есть и кто и окажет, так это сама система управления. Порой она с задержкой реагирует на ваше нажатие, и тогда солдаты могут провести пару болезненных атак. Но это их не спасет, и умереть здесь в обычной схватке практически невозможно. Впрочем, я могу поздравить разработчиков, сократив количество доступного оружия до двух единиц, из которых пользоваться мы постоянно будем только мечом. Оставив нам всего одну магическую атаку, убрав все комбинированные удары, уничтожив систему прокачки и открытия новых приемов. Они добились своей цели. Теперь играть в Ninja Gaiden может даже тот, кто никогда до этого игры в руках не держал. Скажу больше. Мой кот может теперь играть в Ninja Gaiden. Будь у него на то желание. А что? Две кнопки нажимать может кто угодно. Про боссов говорить не стану и показывать не буду. Вообще. Это единственное, что еще можно как-то здраво здесь оценивать. Увы, бои с ними также завязаны на двух кнопках. Но это уже общая проблема третьей части. Сами же боссы неплохи. Хотя и бесконечная QTE уже в печенках сидит. Да и местный мультиплеер. И да, тут, будь оно все проклято, есть мультиплеер. Это еще больше издевательства, чем основная сюжетная кампания. Ну, вы сами все понимаете. Битва восьми ниндзя друг с другом, которые как идиоты нажимают на две кнопки со скоростью света, не самое захватывающее развлечение. Закончить этот видеообзор я хочу не совсем типичным образом. Помните, недавно мы с вами говорили о Blades of Time? Игре, созданной российской компанией Gaijin Entertainment. Если вы не смотрели видеообзор на нее, то обязательно зайдите на главную страницу и отыщите его. Так вот, в том видеообзоре я говорил, что это одна из немногих отечественных игр, которые можно оценивать без скидок на происхождение. И поставил 5,6. Честных 5,6 балла. Так вот, Blades of Time по игровому разнообразию, по отношению авторов к делу, по любви этих авторов к жанру, даст 100 очков поры Ninja Gaiden 3. Потому что Blades of Time это игра. А Ninja Gaiden 3 циркуродцев, рассчитанный, кажется, на полных имбецилов, которые готовы сидеть часами и нажимать по перемену ровно на две кнопки. Лучше бы они интерактивное кино сделали, чем такой позор выпускать на рынок. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин